О главных новостях Украины и Мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте и сегодня выпуски. Панама Киев, как бывший глава госинвестпроекта в Украину возвращался и как его судили. В Украину вернулся бывший глава госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каскев. Об этом еще утром в фейсбуке сообщил генпрокурор Юрий Луценко, заявив, что Каскева экстрадировали из Панамы. Сегодня Печерский суд столицы избрал ему меру пресечения, залог в 160 тысяч гривен. По словам Каскева, никакой экстрадиции не было, он прилетел в Украину добровольно, купив билеты, чтобы защищаться в суде. Напомню, ГПУ подозревает экс-чиновника в растрате 7,5 миллионов гривен из бюджета на услуги по рекламе инвестпроектов. Каскев сегодня заявил, что виновным себя не считает и готов доказывать в суде. Тем не менее, уже полностью оплатил все убытки государству и предоставил суду квитанции. Это подтвердили и в генпрокуратуре. В Днепре похоронили Амину Акуеву накануне. В мечете Исламского культурного центра в Киеве прошло прощание с погибшей. Сегодня с самого утра Краснопольское кладбище полицейские взяли под усиленную охрану, дежурили автоматчики и даже взрывотехники. Журналистам снимать запретили. На кладбище собрались около ста человек, родные и боевые побратимы Акуевой. Ее похоронили рядом с могилой командира Исимунаева, который погиб в феврале 2015-го под Дебальцево. Еще до первого покушения Амина написала завещание и указала место, где ее похоронить. Напомню, автомобиль, в котором ехала Амина Акуева и ее муж Адам Асмаев, расстреляли под Киевом в воскресенье вечером. Амина погибла на месте. Муж получил ранение в ногу. На внедорожнике обнаружили следы не менее 10 пуль. Скорее всего, огонь вели из автомата Калашникова. Эксперты-криминалисты считают, что целились именно в Акуеву. Полиции предполагают, что нападающих было двое. Один ждал на повороте с Одесской трассы и сообщил подельнику, когда машина выехала на железнодорожный приезд в Глевахе. В 100 метрах в кустах прятался второй киллер, который и открыл огонь. Более полутора тысяч украинских чиновников и правоохранителей были под прицелом российских спецслужб. Об этом заявил военный прокурор Анатолий Матиос. По его словам, современные технологии позволяли агентам Москвы одновременно следить за таким количеством людей. Военный прокурор утверждает, что на оккупированных территориях работают специальные центры по подготовке терактов в Украине. Их координируют российские офицеры. Как расследуются преступления против прессы? Сегодня говорили во время слушаний по безопасности журналистов. Полицейские отчитывались, медийщики жаловались. Наиболее резонансные дела не раскрыты до сих пор. 3000 свидетелей и ни одного подозреваемого. Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, несмотря на то, что прошло уже больше года, почти не сдвинулось с места. И все еще продолжается досудебное расследование. Его расследование действуется безпосередньо главным следственным управлением. Проведено значный обсяг следственных расшуковых действий. Отпрацовываются разноманитные версии скояния данного злочину. На жаль, подозреваемых людей на данный час не установлено. Одна из версий недавнего взрыва на пороге телеканала «Эспрессо» – покушение на журналистов. Об этом накануне заявили в СБУ. Напомню, 25 октября в результате взрыва на улице Адама Мицкевича два человека погибли, трое ранены. Среди них нардеп Игорь Масийчук и политолог Виталий Бала. Только за октябрь в Украине зафиксировано 5 случаев применения физической силы к журналистам. А с начала года насчитали 80. Мы не извинувачиваем в том, что чиновники, силовики, полицейские, они являются, как бы, теми, кто нападает на журналистов. Но мы говорим о том, что, на жаль, влада, политики и силовики не дают отчетного сигнала, что порушивать права журналистов не можно. Потому что, фактически, существует такса на победу журналистов. Она зафиксирована судовыми решениями. Это 400 гривен, это 800 гривен, это другие смешные покарания, которые, срештою, не будут зупинять тех, кто хочет перешкодить права журналистов. Из-за такого количества нападений и покушений Украина вошла в семерку стран, где хуже всего расследуют преступления против прессы. Об этом недавно заявили в Международной федерации журналистов. По подсчетам этой организации, за последние 10 лет в Украине погибли 10 представителей медиа. Что же касается актов агрессии, которых в федерации за этот год зафиксировали 75, то большинство нападавших остаются безнаказанными. И по уровню раскрываемости подобных преступлений Украина уже догоняет Сомали. Ольга Теребинская, Лина Зеленская, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Из-за угрозы терактов пограничники усилили охрану государственной границы. Такой приказ Госпогранслужба получила от СНБО. Усиленные меры вводятся на всех пунктах пропуска, в первую очередь на границе с Россией. Под дополнительный контроль попадут иностранцы и люди без гражданства. К мероприятиям будут привлекать и СБУ. На усиленный вариант несения службы из-за угрозы терактов намерена перейти и столичная полиция. Где именно прибавится патрульных и стало ли их больше в центре города, где находится палаточный городок, мы узнаем у Александра Васильченко, он на связи со студией. Саш, здравствуй, расскажи, какие новости тебе слово. Добрый вечер, Екатерина. О том, что с сегодняшнего дня полиция переходит на усиленный режим охраны порядка в Киеве и области, заявил глава нацполиции Сергей Князев. Это связано с рядом тяжких преступлений с использованием оружия и взрывчатки. Больше патрулей будет на улицах, вокзалах, аэропортах, въездах и выездах из столицы и области. Тем временем в центре Киева, возле Верховной Рады, где расположен палаточный городок протестующих, количество силовиков со вчерашнего дня значительно уменьшилось. Сейчас здесь находятся несколько патрульных машин с двух сторон ограждения, а возле Верховной Рады дежурят около десятка нацгвардийцев. Но сами митингующие сегодня обнесли часть палаточного городка деревянными заграждениями. Они визуально напоминают противотанковые ежи, скрепленные проволокой. Сейчас под Радой ситуация спокойная. О снятии охраны с палаточного городка еще вчера заявил министр МВД, поскольку это большие расходы для госказны. По данным МВД, усиленные меры под Верховной Радой государству обошлись в 43 миллиона гривен. Такая информация на эту минуту. Катя. Саш, спасибо тебе. Александр Васильченко был на связи со студией. Он в эти минуты находится возле Верховной Рады. Страну захлестнула волна протестов, преступностей и терактов, поскольку парламентарии не вершат политику, а занимаются подковерными играми и псевдореформами. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин. Поэтому призывают президента распустить Верховную Раду и объявить досрочные выборы. По его словам, государством правят люди, не сумевшие завоевать доверие украинцев. И если в ближайшее время не перезагрузить парламент, страну ждет новая волна протестов. В парламентской президентской республике парламент перестал быть центром для принятия важных исторических решений. Мы внесли проект постановы с вернением до президента Украины, с вымогой до президента Украины, начать процесс распуска парламента и призначение дочасных выборов до Верховной Рады Украины. А возле Кабмина сегодня бастовали педагоги, требовали денег. Несколько тысяч учителей выступили против урезания образовательной субвенции. Правительство сократило ее более чем на полтора миллиарда гривен. И преподаватели говорят, теперь им придется попрощаться с надбавками, премиями и другими вознаграждениями. А более 7 тысяч учителей оказались под угрозой сокращения. Педагоги требуют установить им оклады в размере не менее трех минимальных зарплат. И если Кабмин не пересмотрит субвенцию, готовы начать процедуру коллективного трудового спора. В Николаевской области протестуют более радикально. Несколько десятков жителей села Петровка перекрыли трассу Николая в Одесса. Люди уже почти неделю без электричества, воды, а некоторые и без тепла. Почему и что намерены делать чиновники, разбирался Кирилл Ющишин. Дорогу перекрыли около полудня. Практически мгновенно образовалась пробка в несколько километров. Это оживленная международная трасса. Между пикетчиками и водителями грузовиков возникла драка. Перекрыть дорогу селян заставило бездействие чиновников. Говорят, уже почти неделю их дома без света и воды. А у тех, кто установил автономные котлы, нет и тепла. А все из-за сломанного трансформатора. Неизвестные слили из него масло, а облэнерго чинить не торопятся. Сняли. Сказали, поставили в течение двух-трех дней. Сегодня уже шести сутки. Обращались, облэнерго. Везде обращались. Все говорят, завтра, 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 завтра. Я многодетная мама, у меня восемь детей. Маленький ребенок год. Надо свет по-любому. Прибывшие на место полицейские уговорили людей разблокировать дорогу. Вы, если переходите дорогу, то переходите. Стоять на пешеходном запрещено. Попросите, пожалуйста, своих односельчан перестать перекрыть дорогу. Потому что перекрытие трассы, путей сообщения, это есть криминальное правопорушение. Представители облэнерго тоже приехали. Говорят, задержка возникла из-за серийных краж трансформаторного масла по всей области. Приходится экстренно заказывать детали для ремонта. Трансформатор проходит из питания силового. Она отремонтирована практически. Завтра в течение дня у вас будет питание подано. После часа пикета блокаду сняли. Проигнорировала людей только сельский глава. Участникам акции не приехал. Сельский глава должна организовать подвезение питной воды для мешканцев этих трех улиц. Но вы же видите, я как глава райдержадминистрации вернулась. До нее она говорит, что я пошуткувала. На рабочем месте председателя сельсовета мы не застали. Двери закрыты на замок. Жители Петровки согласились потерпеть еще сутки. Но если очередное обещание не выполнят, перекроют дорогу снова. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер. Николаевская область. С завтрашнего дня украинцы начнут получать на руки субсидии. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. Почти 2 миллиона семей получат выплаты до 135 гривен за сэкономленную в прошлом отопительном сезоне электроэнергию и до 700 гривен за газ. На это в бюджете выделили 1 миллиард 200 миллионов гривен. Все деньги будут выплачены до 15 ноября, пообещал вице-премьер. Полмиллиарда гривен под арестом фискальная служба заморозила счета сразу нескольких одесских фирм-импортеров. Арестованные средства это активы одного из самых влиятельных контрабандистов Украины, утверждают в ГФС. Кто он и о каких схемах идет речь, выяснял Андрей Анастасов. Совместную операцию фискальная служба и НАБУ провели еще на прошлой неделе, но лишь сегодня глава ГФС написал об этом на своей странице в фейсбук. По словам Ярослава Продана, арестованы 450 миллионов гривен. Деньги принадлежат двум десяткам одесских компаний, которые импортируют товары в Украину. Контролирует их якобы один из самых известных контрабандистов в стране. Его фамилию чиновник не называет, но описывает саму схему. Товары, в основном сумки, ткани, обувь, завозили из Китая фирмы-однодневки. Подприемства-импортеры декларировали свои товары за значительно заниженную вартостью. Митницы ДФС корреговали вартость, но подприемства вносили необходимые финансовые обеспечения, после чего товары отпускались в вольный обих. Но в ситуацию вмешивались судебные органы. Как это работает, эксперт рассказывает на примере. По словам эксперта, затем разница в платежах делилась между участниками преступной схемы. Как правило, это силовики, судьи и, собственно, сами бизнесмены. Интересен один момент, говорит Виктор Берестенко, что произойдет с арестованной суммой 450 миллионов. По закону, три месяца они должны находиться на специальных счетах таможни. В казну они смогут вернуться только в одном случае, если за это время в судебном порядке импортеры не смогут их вернуть. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности, телеканал Интер, Одесса. Масштабную денежную аферу раскрыла киберполиция. Мошенники, отбывающие срок в колониях, названивали украинцам и сообщали, что их родственники якобы попали в полицию и просили срочно перевести деньги. Кроме того, рассылали фейковые смс от имени Ощад и Приватбанка. Организатор аферы находился в колонии на оккупированной территории в Луганской области. Его взяли, когда он, отбыв срок, попытался вернуться на подконтрольную Украине территорию. Задержали и сообщников. В полтавском СИЗО сумму ущерба оценивают в 1,3 миллиона гривен. Днепровские полицейские зарабатывали проще и больше. В судно правили дело против подполковника майора и еще двух стражей порядка. Их обвиняют в разбое на 2 миллиона долларов. Вместо того, чтобы ловить воров, они грабили их. Жили на широкую ногу, купили квартиры и элитные машины. Как все было, далее в материале. Эта женщина-предприниматель не показывает лицо. Рассказывает, накопила большую сумму денег и драгоценностей. Отдала подруге на хранение. Банки лупаются, побоялась содержать. Это в общей сложности 1 миллион 420 тысяч долларов, 150 тысяч евро. И золотые мои украшения. Подруга Ирины хранила деньги в выгребной яме. В сарае храняли сторожевые собаки. Но деньги из тайника все равно пропали. После ссоры их забрал муж женщины. И скрылся. Женщина обратилась в полицию. Приехал куцман Андрей Евгеньевич. Он спрашивал, какая была сумма денег, какое было золото. Какие были камни в этом золоте. Похитителя полицейские нашли. Они пришли к нему в штатском. Не представляясь, заломали руки и уложили на пол. Меня не такие, говорят, кололися. Давай, где вы закопали деньги, признавайся. Или сейчас начнем с брата, а закончим с семьей. Под пытками мужчина отдал сумку с деньгами. Полицейские, угрожая, посоветовали ему исчезнуть. Пять пачек по соткам бросили. Это, говорят, вам на первое время будет достаточно. Забудьте за автобусы, за станции. Все, добирайтесь, как хотите, но чтобы вас тут не было. Три месяца напуганный мужчина был в бегах. Потом позвонил домой. Оказалось, все деньги и золото полицейские забрали себе. Тогда семья обратилась в прокуратуру. Дело днепровских полицейских ради объективности расследовали в соседней Харьковской области. Перед судом предстанут четверо. На данный час у нас есть два криминальных проведения, что до двух работников, которые затриманы. И, согласно с решением суду, находятся на запобежном заходе в виде тримания под вартою, то есть в следственном изоляторе. А еще двое, оскольки у следствия есть информация, что они переховываются от органов следствия на территориях в тременно неподконтрольном Украине. За разбой, превышение служебных полномочий и вымогательство взятки полицейским грозит до 15 лет тюрьмы. На Донбассе сегодня без потерь. Боевики с начала суток открывали огонь пять раз и в каждом случае получали адекватные ответы от украинских армейцев. Обстрелы сейчас ведутся на двух направлениях, в Донецком и Мариупольском, а в Марьинке активизировались вражеские снайперы. Наш военкор Ирина Баглай расскажет подробности. Особенность этой территории в том, что она вся просматривается боевиками. В цели безопасности и чтобы обмануть вражеского снайпера украинские военные каждый раз умудряются проложить новые маршруты подхода к своим позициям. Это окраина Марьинки. До войны госпиталь для ветеранов. Теперь сплошные руины. Украинские военные и боевики здесь фактически смотрят друг другу в глаза. Правда, наблюдать за противником в открытую из разбитых окон рискованно. Даже малейшие отверстия в стене простреливают вражеские снайперы. Реагируют на тени. Поэтому в помещении и днем мрак. После боевиков не ходите. Снайпера работают. Выстрел пришел сюда. Я рядышком стоял. Это ночью, где-то часов 12. Просто выстрел и удар пошел от стен. Огнивые точки боевиков в укрытии. Вот там у них блиндаж. Но снайпер, говорят военный, нашел себе место едва различимое в помещении. Предположительно оттуда и стрелял по Сергею. Это конезавод бывший. Пролом. Там может быть, видите, ящики какие-то там стоят. Снайпер, говорят, не будет. Да, он может сменить позицию. Неизменной остается и тактика боевиков выманивания. Так называемая охота на живца. У нас какой-то кулеметник провокирует их, просто стрелец. А снайпер тем временем лежит и ждет, когда кто-то из наших спалил. Были мешки, тупо прилетело. Это уже последствия ночного обстрела боевиков. Выстрелом из РПГ российские наемники разнесли окно, заложенное в несколько рядов мешками с окаменелой землей. Группа пришла, подошла к забору, спокойненько вышла. Ира отработала. Отработала с РПГ, и потом, получается, они ушли. И пара чердей с ПКМ, и в основном маленькая группа действует. Подходит вплотную из-за бетонного забора, показывает лазейки врага Анатолий. В основном ночью забрасывают гранатами. Но сегодня открыли огонь среди дня. Пока изучали последствия ночных атак, по рации передали от разрыва гранаты. Ранение получил боец на соседней позиции. Ирина Баглая, Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Сегодня ночью со стороны Крыма было полностью перекрыто движение через админграницу. Не пропускали ни людей, ни транспорт. Россия обвинила украинскую сторону в диверсиях. По данным российских СМИ, на оккупированном полуострове за сутки произошли две аварии на высоковольтных линиях, питающих Южный берег и на газопроводе под Алуштой. Без газа полторы тысячи человек. Тем временем в Госпогранслужбе Украины заявили о причинах прекращения транспортного сообщения им не сообщали. Но сейчас движение уже разблокировано. Сегодня с первой ночи до 10.30 мы стреляли ситуацию, что представители края-оккупанта на темночасово окупованном полуострове не пропускали ни транспортных засобов, ни пассажиров на админмеже с темночасово окупованным Крымом. Причины такой ситуации нам не известны, потому что мы не поддерживаем отношения с представителями края-оккупанта на данном направлении. Где-то близко 10.30 в день поступал. Рух транспорта на всех трех КПВ отновился. Исламисты добрались до Нью-Йорка. 8 погибших, более 10 раненых. Трагедия, которую уже расценили как теракт. Все подробности самого громкого нью-йоркского ЧП последних лет узнаем у Дмитрия Анопченко. Тот же сценарий, что в Ницце, Берлине и Лондоне. Грузовик на полной скорости врезается в толпу. И та же растерянность, потому что ни предотвратить, ни предугадать такое почти невозможно. Нью-Йорк, Вестхаустон-стрит, район неподалеку Всемирного торгового центра. Взятый на прокат белый пикап выезжает на велосипедную дорожку и давит велосипедистов и прохожих. Я услышал шум, оглянулся, смотрю, кварталом ниже грузовик несется. Увидел несколько тел погибших прямо на велодорожке. Автомобиль проехал несколько кварталов, врезался в школьный автобус и лишь тогда остановился. Как передает BBC, водитель вышел из машины с криками «Аллах Акбар!». Две женщины с детьми бежали передо мной и кричали «У него оружие, он вооружен!». Я обернулся и услышал выстрелы. Чуть позже выяснится. У преступника были пистолет для пейнтбола и пневматический пистолет. К счастью, ему не удалось достать огнестрельное оружие. Полицейские открыли огонь, нападавший был ранен. Как передает телеканал NBC, в записке, которую он оставил в машине, говорится, совершает это нападение во имя ИГИЛ, а значит, нет сомнений. Произошедшее теракт. Это был террористический акт. Трусливый удар по невинным мирным жителям, по тем, кто жил своей жизнью, даже не представляя, что им угрожает. Личность преступника выяснили сразу. Сайфула Саипов, 29 лет, эмигрант из Узбекистана. Известно, что он переехал в Соединенные Штаты 7 лет назад, выиграв грин-карту в визовой лотереи. Сначала жил во Флориде, потом переехал в маленький городок в штате Нью-Джерси, неподалеку от Нью-Йорка. Грин-карту просрочил, официально работать не мог, подрабатывал таксистом и находил клиентов через мобильное приложение. Знакомые, которых разыскала и опросила полиция, говорят, религиозных взглядов не демонстрировал, однако чувствовалось, был скрытным. Дональд Трамп отреагировал в Твиттере. Написал, преступник больной на всю голову отмороженный человек. И сообщил стране, еще больше ужесточит и без того жесткую программу отсеивания мигрантов. Вопреки первоначальной версии, что у Саипова был сообщник, сейчас ФБР склоняется к тому, что он все же действовал один. И, скорее всего, мог быть в принципе не связан с местной ячейкой ИГИЛ. Просто набрался их идей в интернете и решился на теракт, похожий на все предыдущие. Июль 2016-го. Террористы на белом грузовике протаранили толпу на знаменитой английской набережной в Ницце. 86 человек тогда погибли. Конец декабря того же года. Теракт на Рождественском базаре в Берлине, когда грузовик въехал в толпу на Брайштенплац. Погибших было 11. Полгода назад, в марте 17-го, теракт на Весминстерском мосту в Лондоне, унесший жизни пяти человек. Апрель этого года. В Стокгольм. Водитель на угнанном грузовике выехал на людную улицу шведской столицы. Жертв было четверо. И вот теперь Нью-Йорк. Все эти атаки не координировались из одного центра. Они были совершены в основном фанатиками-одиночками. Поэтому очень сложно предсказать, в каком новом городе Америки. Очередной исламист возьмет в аренду грузовик, чтобы совершить безжалостное и бессмысленное преступление. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер. В связи с терактом президент Трамп призвал отменить розыгрыш грин-карт для иностранцев. Об этом он написал в своем твиттере. По условиям визовой лотереи ежегодно разыгрывались 50 тысяч грин-карт. Активнее защищать права крымских татар призвал президент Украины арабские страны. Петр Порошенко сейчас с официальным визитом в Саудовской Аравии во время встречи с королем. Президент заявил, что Киев заинтересован в инвестициях и участии саудовского бизнеса в приватизации украинских госкомпаний. Главы государств договорились о сотрудничестве в разных сферах, в том числе оборонной отрасли, авиастроении и сельском хозяйстве. Главы государств договорились, что саудовские компании, которые уже сейчас имеют очень позитивный опыт работы в Украине, приняли решение увеличить вдвече объем инвестиций. Кроме того, инвестировать в портовую инфраструктуру, брать участь в приватизации, которую, я надеюсь, удастся запустить после принятия Верховной Радой закону про спрощение процедуры приватизации. Тем временем на другом континенте, в Оттаве, премьер-министр говорил о межгосударственном сотрудничестве со своим канадским коллегой Джастином Трюдом. Владимир Гройсман на встрече заявил, что Киев рассчитывает на расширение норм соглашения о зоне свободной торговли и на получение без виза. Главы правительств обсудили также ситуацию на востоке Украины и возможность введения миротворцев на Донбасс. Договорились, что украинский вопрос будет в повестке дня саммита Большой Семерки в 2018 году, который пройдет в Канаде. Эта встреча – отличная возможность обсудить ключевые темы наших отношений, дружбу между нашими странами, а также построить новые экономические связи. Канада всегда поддерживала Украину. Это подробности и далее в нашей программе. Вспышка гепатита в Ривне. Более полутора десятков человек подхватили инфекцию. Что говорят люди и о чем молчат чиновники? Буйный фанатизм. В Харькове накануне матча украинские и голландские болельщики разгромили паб. Что осталось от заведения? Пить или не пить в городе Ривне. Паник в соцсетях. Людям рассылают сообщения о вспышке гепатита А. Причина якобы водопроводная вода. Однако власти эпидемию отрицают. Есть ли причины волноваться? Выясняли наши корреспонденты. Вот такие сообщения в родительских группах детсадов и школ, в Вайбере и Фейсбуке получили многие жители города. Мол, в больнице много заразившихся гепатитом А. Власти якобы проводят тайные планерки. После обращения журналистов начальник управления здравоохранения сообщил, заболели те, кто отдыхал в Турции и Египте. Однако Ольга за границей не была. В инфекционном отделении 18 человек с диагнозом гепатит А. Четверо из них дети. И только двое были за границей. Состояние всех госпитализированных средней тяжести. Как они заразились, врачи не знают. Говорят, это дело эпидемиологов. В Ривненском лабораторном центре начали расследование. Воду из крана тоже проверили. Три раза, следуя инструкции. Мы выезжаем в Огнище, случайно мы проводим эпидемиологию. Забрали воду на доследование, на верстоличное доследование. В любом зразке не было подтверждено наявность гепатита А. Если бы это была вода, то, может быть, было бы немного больше захворений. И оно было одночасно и в разы больше. Эпидемиологи говорят, рост заболеваемости цикличен. И демонстрируют вот такую табличку. Почти 10 лет гепатитом в городе Ривны болели единицы. В областном водоканале утверждают, аварий в центральной системе водоснабжения не было. Воду проверили, она чистая. Юлия Жешко, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер Ривна. В деле о захвате территории военного аэродрома в Одессе первые официальные подозреваемые. Это командир воинской части и его подчиненные. Их обвиняют в халатности при охране объекта. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Напомню, 29 октября около 40 неизвестных в Балаклавах ворвались на территорию аэродрома и частично демонтировали забор. Теперь командиру и часовому грозят серьезные сроки заключения. В то же время в Минобороны заявили, что считают правильными и законными действия командира воинской части. И в своем сообщении подчеркивают, военной прокуратуре передали все документы для открытия производства против застройщиков. Более 10 тысяч новобранцев этой осенью пополнят ряды нацгвардии. Об этом заявили в генштабе ВСУ. Уточнили молодые люди, не получившие повестки во время осеннего призыва, должны сами прийти в военкомат и выяснить свой статус. Призывники срочной службе к участию в АТО привлекаться не будут. На сегодня уже более 70% призывников расписаны по воинским частям. 12 задержанных во время облавы на ночной клуб Югенхаб признали уклонистами. Сейчас они проходят медосмотр. Об этом сообщили в генштабе вооруженных сил. По словам замначальника управления призыва, решение по уклонистам примут военные комиссии. Он также уточнил, что спецоперацию проводила нацполиция, а по вопросу участия в ней военкомов проведут проверку. Напомню, в ночь на 28 октября в столичном клубе Югенхаб полиция устроила рейд. Там задержали 17 человек с наркотиками, 32 посетителя доставили в военкомат. Двое раненых и полсотни задержанных. Таков результат потасовки в Харьковском пабе «Стена». Драка была недолгой, громкой и международной. Украинские футбольные фанаты против голландских. В городе сегодня футбольный матч. Шахтер «Фея Норт» и болельщики приехали поддержать свои клубы, а в итоге разгромили бар. Подробности расскажет Светлана Шекера. Накануне около 10 вечера в зале небольшого паба «Стена» было многолюдно. Несколько столиков занимали семеро голландцев с девушками. Иностранцы приехали в Харьков на сегодняшний футбольный матч. В какой-то момент времени они вышли покурить. И потом они забегают сюда, за ними вламывается толпа. Толпа человек за 20. Девчонок начинают прятать в подсобные помещения ребята. А все ребята, включая голландцев, держат оборону на входе. Паренек был чемпион Харьковской области по армрестлингу, крупный. Он вперед вышел, он сразу по два голландца выкидывал из клуба. Когда нападающие не смогли попасть внутрь через двери, полезли в окна. Они перекидывались там подручными средствами, бутылками, камнями, палками. Они пытались закинуть сюда, а ребята этими же камнями пытались отогнать их от окна. Кричали хулиганцы, нападали голландцы. Афиенор, хулиганцы, были крики. Противостояние длилось всего несколько минут. Разнимать фанов приехали 10 патрулей полиции. Двух граждан Нидерландов, которые являются болевальниками футбольного клуба. Они были доставлены до лекаря. Кто именно нападал, в полиции четко не говорят. Мол, сами сейчас разбираются. Ночью в участок доставили 52 человека. 40 из них граждане Нидерландов. Полиция всех опросила и отпустила. Сейчас работают с видеонаблюдением, работают с хозяином кафе. Голландцы обязались, насколько мне известно, погасить ущерб за разбитое стекло или окна. И будет решен вопрос, это будет административная ответственность или уголовная. Голландец, который во время драки пострадал больше всего, говорят в полиции, никаких пояснений не дает и претензий никому не имеет. Правоохранители же готовятся к сегодняшнему матчу. На стадионе «Металист» встретятся украинский «Шахтер» и голландский «Фиенорд». Светлана Шикера, Александр Яновский, подробности, телеканал «Интерхарьков». Карлос Пучдемон не поедет на допрос в Мадрид. Бывший лидер Каталонии и ряд отстраненных чиновников региона должны давать показания в суде в четверг и пятницу. Их обвиняют в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств. В случае неявки Мадрид угрожает арестами. Пучдемон, напомню, сейчас в Брюсселе говорит, что не верит в справедливость испанского суда, поэтому на любые вопросы будет отвечать только в Бельгии. Сирийские беженцы поселились прямо напротив греческого парламента. Они разбили палатки и объявили голодовку. Требуют отправить их в Германию. В основном это женщины и дети в Германии. Они должны были воссоединиться со своими родственниками. Но уже более года многие из них вынуждены оставаться в Греции. Местные СМИ сообщают, что Афины и Берлин в мае неофициально договорились замедлить процесс воссоединения семей беженцев. Но власти это категорически отрицают. Тем временем в немецком правительстве Совет да любовь. Там заключили первый однополый брак. Министр по охране окружающей среды узаконила свои отношения с многолетней спутницей. Подробнее о молодоженах Татьяна Лагунова. Этот брак уже называют самым громким политическим союзом года. Хотя Барбара Хендрикс ни свою ориентацию, ни матримониальные планы, ни от кого особо не скрывала. Еще летом, когда немецкий бундестаг проголосовал за легализацию однополых браков, министр публично заявила жениться. Я сделаю предложение. Все как положено. Вступать в однополые браки в Германии официально разрешено с 1 октября. Но министр и ее подруга решили не спешить и подождать, пока уляжется шумиха после выборов. Свои отношения они зарегистрировали сегодня в родном городе Барбары Хендрикс. Церемония была скромной и закрытой, так что журналистам приходится довольствоваться старыми фотографиями пары. Избранницу министра зовут Валерия Вазанш, она учительница, гражданка Германии и Франции и немного моложе министра. Вместе женщины уже 20 лет. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Как в Сингапуре научились справляться с депрессией? Смогут ли пятеро шотландцев купить остров, на котором живут? И кого домогался Дастин Хоффман 30 лет назад? Об этом они только в нашем обзоре. В Нью-Йорке, несмотря на теракт, все-таки состоялся парад по случаю Хэллоуина. Участников не смутили красные, белые и голубые огни, которыми осветили здание Всемирного торгового центра по распоряжению губернатора. Эти цвета в стране символизируют свободу и демократию. После теракта власти хотели показать, что американцев не запугать. Люди веселились под усиленной охраной вооруженной полиции. Как выпустить пар после тяжелых рабочих будней, придумали в Сингапуре. Там предлагают снять напряжение в комнате ярости. В ней можно громить все от старых телевизоров, магнитофонов и прочего технического хлама до стеклянных бутылок. Стоит эмоциональная разгрузка 38 американских долларов за полчаса. Для желающих разойтись на всю катушку есть спецпредложение за 350 долларов. Пятеро жителей хотят купить остров, на котором живут. Всего-навсего осталось найти около 4,5 миллионов евро. Владелец острова Алва в Шотландии выставил собственность на продажу. Жители переживают, что их попросту может выселить новый хозяин и хотят воспользоваться законным правом первым выкупить Алву. Сделка должна состояться не позднее июня 2018-го. Люди обратились во всевозможные государственные фонды и к частным спонсорам, но пока никто не изъявил желания помочь. Дастин Хоффман оказался в центре сексуального скандала. Голливудского актера обвинили в домогательствах. Все произошло якобы на съемочной площадке фильма «Смерть Коми Вайажора», который вышел на экране еще в 1985 году. Тогда вместе с Хоффманом работала 17-летняя ассистентка продюсера Анна Хантер. Она утверждает, что актер открыто флиртовал и даже пытался приставать. Сейчас Хантер работает блогером в издании «Холливуд-репортер». В своей колонке и поведала обо всем. Дастин Хоффман заявил, что сожалеет, если обидел Хантер, но так и не подтвердил факт домогательства. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею. Его зажгли 24 октября в Афинах. Оттуда передали в корейский город Инчхон. Ровно за 100 дней до начала зимних игр. За это время огонь успеют пронести по всей стране около 7,5 тысяч факелоносцев. Право сделать это первой прямо от трапа самолета досталось 13-летней южнокорейской фигуристке. Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте и подробности вей. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok